В теоретической механике часто приходится решать систему линейных уравнений. Покажем, как это сделать с системой MAPL. Программу начинаем с оператора RESTART. Он обнуляет все регистры памяти. Дальше вносим уравнение. Обозначаем как-нибудь, например, EQUATION. Допустим, у нас будет два уравнения, две неизвестных. XY. X-Y равно 0. Знак равно 0 можно опустить, по умолчанию всегда 0. EQUATION 2. Допустим, 2 умноженное на X плюс Y равно 3. Оператор SOLVE. Решение SOLVE. В первых фигурных скобках пишем первое уравнение EQUATION 1, EQUATION 2. Запятая. Потом, если есть необходимость, то переменные, которые мы ищем, XY. Почему я сказал, что если есть необходимость, иногда там много всяких параметров, непонятно, что ищется, а что является параметром. Тогда это нужно. В данном случае у нас совершенно очевидно. Переменные XY, это мы для порядка, конечно, написали. Получается решение. X единица, Y1. Но, к сожалению, X как и был X, так Y как и был Y, так и остались. А хотелось бы, чтобы вместо X уже была единица. Для этого надо, например, для проверки, обозначить как-то это решение, назначить его оператора SIGN. И тогда действительно единица, единица. Но это нам сейчас будет не нужно. Ctrl-Delete, убирается строчка. Вот так вот убирается строчка. И покажем, как решить систему линейных уравнений иначе, матричным способом. Для этого надо подгрузить пакет линейной алгебры. With Lineal Algebra Регистры соблюдаем. В конце поставили точку запятой, для того, чтобы после нажатия Enter мы увидели все операторы. Это удобно. Сейчас возьмем, просто скопируем. Ctrl-C, видите, сколько все операторов. Там и работа с матрицами. Огромное число. Операторов. Теперь берем точку запятой. Поставим двоеточие. Линия совы. Допустим, матрица A. Правая часть B. И решим. Но сначала, конечно, надо присвоить, чему. A равняется матриц. Поготовим место для матрицы. Это удобно, чтобы потом не запутаться. Это сама матрица. Это вот первая строчка. Запятая. Вторая строчка. Первая строчка. Это у нас будет... Вернемся немножко назад. Посмотрим, что за первая строчка. Это будет 1 минус 1. 1 минус 1. Вторая строчка. Это будет 2, 1. 2, запятая 1. Значит, матрица готова. Теперь вектор B. Теперь вектор B. Вектор. Опять подготовим место для вектора. Вот здесь записывается вектор. Очевидно, будет 0, 3. Выполняем. Получается решение 1, 1. Что и следовало ожидать. Кстати, можно было это же решение тоже в матричной форме получить. И без пакета линейной алгебры. Просто используя понятие обратной матрицы. Запишем, допустим, обратную матрицу. Обозначим ее за 1. И обозначим просто как единица на A. Вот так вот. Такое мощное действие. Просто единица на A. Как будто с матрицей работаем, как с числом. Вот получается матрица. Дальше надо умножить обратную матрицу. Умножение матрицы на вектор точкой обозначается на B. И получить решение. Вот такой простой способ решения. Кстати, обратную матрицу можно было получить как в степени. Допустим, A в минус первой степени. Да? A в степени минус 1. Круглые скобки не забываем ставить. Ну вот, получается обратная матрица. Что так, что так найдено. Вот это два способа решения системы линейных уравнений. Продолжение следует...